Алексей Суханов, друзья, встречайте! Что-то, ну мы... Так, пошли, а пока! Милый мой, милый мой, я молод, мне 47 лет. Пока, если у меня порвется мотня, как обычно... Будешь с порванной мотнею! У меня шины так долго, как у тебя! Птички! И быстрее! Гуляемо! Та-та-та-та-та-та-та-та! Ось тоби моя рука, назви меня паскудною, без чесною людиною! Супер! И ты считаешь, что вот это серьезно можно сделать? Ну ладно, хорошо. Значит, если я девочка, я делаю шаг этой ногой. Э-э-э-э-э-э-эй! Мак-чесная надо добавить! Да-да-да-да-да! Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Лещенко и вы на канале Танцеванский В эфире Академия Т! Академия Т! Пока мы ждем нашего гостя, который поднимается к нам на 30 этаж нашего замечательного пространства Cloud Roof Top, я хочу поделиться с вами одним фактом из танцевального мира. Друзья, представьте себе, книга рекордов Гиннеса, зафиксирован самый продолжительный танец в истории человечества. Как вы думаете, ну вот сколько часов танцевал человек? 123 часа! Друзья, 5 дней без перерыва танцевала индийская танцовщица в 2011 году. И этот рекорд до сих пор не смог никто побить. Ну, мне кажется, наверное, не смогут. Хотя... А какие рекорды вы хотели установить? Пишите в комментариях под этим видео. Ну, а я пока расскажу более детально о наших правилах. Добро пожаловать в Академию Танцеванского! Академия Тэр! Итак, друзья, правильный. Каждый куст приходит к нам со своим уровнем навыков. Это техника исполнения, это координация, выносливость, энергия и, конечно же, уникальность. Каждому навыку дается 50 очков силы, которые на протяжении нашей тренировки будут то ли падать, то ли повышаться. Это уже зависит от нашего героя. Дальше мы будем тянуть карточку, на которой выберем тот стиль, который будем сегодня разучивать с нашей звездой. На это все дается один час. Один час времени для того, чтобы пройти разминку, тренировку, ну и, конечно же, мою любимую подкачку вместе с Блицом. После этого мы покажем наш классный результат и, конечно же, разыграем приз от нашего звездного гостя. Итак, друзья, наш звездный гость сегодня это ведущий канала Украина, гипермегапозитивный человек и мой друг Алексей Суханов. Друзья, встречайте! Ну где же ты, ну где же ты? Я здесь, да. Именно друг, и я, конечно, очень рад. Именно гипермегапозитивный человек, как я сказал. Ну я стараюсь, стараюсь, потому что возраст такой, что надо уже, конечно, только смеяться. И жизнь такая, что надо, конечно, только смеяться. Это ведь мне кофе, да? Это тебе кофе. Конечно. Давай, за встречу. Давай. Подожди, ну и что ты? Цок. Цок-цок. Ты всегда позитивный человек. Послушай. Алексей Суханов бывает агрессивным, злым, расстроенным. Конечно же, Саша Суханов бывает и расстроенным, и злым, и, наверное, даже агрессивным. Потому что, ну вот я честно скажу, у меня никогда не ладится разговор с двумя категориями людей. Это чиновники и это церковники. Вот с двумя, арясники и чиновники. А всех остальных, ну они, да, они похожи со своим птичьим языком, со своими какими дурацкими абсолютно форматами в голове. И некой в определенной степени неадекватностью. А так, в остальном, я очень добрый же человек. Как ты вообще релаксируешь, как ты отпускаешь вообще все ситуации? Что для тебя есть вот это, знаешь, такая перезарядка? Для кого-то послушать музыку, для кого-то вот посидеть, просто посмотреть на небо. Для меня все-таки это, конечно, одиночество. Одиночество. Где-то вот, я не знаю, или походить, или где-то спрятаться. Спрятаться ведь можно даже в любом кафе, особенно в любимой кафешке, где-то какой-то заповедный уголочек такой есть. И можно спрятаться, наблюдая за другими людьми, за красивыми людьми. Я люблю красивых людей. Вот почему я тебя люблю? В частности, потому что ты красивый. И ты красивый не только внешне, но и внутренней своей красотой очень подкупаешь. И своей цельностью, я скажу тебе украинскую телу, испрямованностью, целеустремленностью своей. Поэтому я очень люблю таких людей. Мне кажется, что в этом главный смысл. Чтобы человек всегда был чем-то наполнен, чтобы у него было то, к чему он идет и ради чего он живет. Не просто так, знаешь, просыпаться, идти на работу, там еще что-то делать, а чтобы мечта была, цель была. И это очень важно. Ты говоришь, да, отдыхать, расслабляться, побывать в одиночестве. Как ты сейчас в этих всех, в этой карантинной жизни, когда ты не можешь никуда выехать, я знаю, у тебя любимое место. Юрмала. Это Юрмала, да. Сколько ты уже там не был? Я уже не был почти полтора года, получается. И это, конечно, чудовищно. Ты туда регулярно ездил? Я ездил ведь туда, вот, в поведенные наши времена, замечательные наши поведенные времена, я ездил туда раз в месяц. О, я представляю. Да, и для меня это такой сейчас удар абсолютный, к которому я совершенно не готов. И это совершенно другая жизнь, которую мы сейчас имеем. Академия Тэр. Давай мы продолжим, начнем наконец-то танцевать. Я очень хочу посмотреть, что это. Ну так, чтобы я не потел. Потому что солнышко, ты видишь. Я морщусь, еще и потный буду. Нет, ну что-нибудь такое. Раз, два, три, четыре. Короче, я тебе предлагаю выбрать стиль танца, который мы будем сегодня учить. Так. Тяни карту и давай плясать. О, боже. Барабанная игра? Ты знаешь, что я бальными танцами занимался в свое время? Да ладно? Да. И я дошел до С-класса. До С-класса. За несколько лет. С партнером. А как баль... Нет, бальные танцы невозможно. Ты что, без партнерш. Я вот это вот хочу. Там сильно отрывай, потому что они у нас там приклеены. Боже. Ну вот. Боже. Судьба тебе улыбнулась, как мне кажется. Будем танцевать комедийный танец. Комедий-дэнс, друзья, с Алексеем Сухановым сейчас будет. Мы переходим к нашему первому этапу. Разбинка. Поехали. Леш. Что это? Так, пишли, а пока. Ты как в садике сейчас. Давай, а пока. У нас вообще-то комедий-дэнс было написано. Да. Ну давай. Давай, а пока. А ну покажи. А что тебе покажи? Я тебе могу разножку показать. Хочешь? Разножку? Без разогрева. Знаешь, что такое разножка? Что такое? Ну, пока. Да? Ну, надо тогда чуть-чуть отойти. Ну, давай. Так, ребята, готовы? Пока, если у меня порвется мотня, как обычно. Будешь с порванной мотнею. Короче, гопак. Давай. Трюк. Народный украинский танец. Но. Специально для Суханова. А ну-ка я. Давай. Прошу. С одного дубля. Ось вот так. Одного дубля тебе хватит? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Опа! Вот и разогрелись, друзья. Поехали. Давай, включаем узочку и танцуем. Дорогие товарищи, начинаем занятие производственной гимнастикой. Поехали. Без культуры. И без рук. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. С головой все у тебя в порядке? Ну, вроде как, да. Я не состою на психиатрическом учете. Я имею в виду с координацией. Там все получается. Круговые. Право-влево. Вперед-назад. Ну, если что, у меня сзади парашют. Все нормально. Давай продолжим. Сейчас. Смотри, такая штука. Да. Бум. Е. Бум. Е. Бум. Е. Бум. И быстрее поехали. Шикарно. Право-лево. Пять, шесть, семь. Пошли. Право. Даже сразу в два. Давай сразу. Уу. Класс. А круговое слабо? Смотри, вот так вот. Каждый раз. У меня шины так долго, как у тебя. Смотри. Давай. А, эти актеры. Эти ведущие. Смотри, плечи на месте, если мы в профиль смотрим. Да. А грудь вырастает и грудь ныряет потом. А плечи на месте. Таким образом мы развиваем грудную клетку. Ну, если надо. Ну, не надо, конечно. Да. И попробуем быстрее. Пам. Назад. О, сейчас стараешься. Только, да, таз не работает. Ах. Давайте. Да. Неплохо. Птичечки. И быстрее. Гуляемо. Гуляемо. А ну, все так. Кан-кан готов. С правой ноги, потом с левой. Давай. Справой. One, two, three. Эй. От, 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 от. О, лови, лови. Я недавно был доктором, мне сказали, что в поддержке делать нельзя больше. Что? Спину взорвав, чи что? Помассажируем сейчас. Я думаю, мы разогрелись 100%. Ты там говорил, что ты не любишь потеть? Я не люблю. Каким ты будешь через год? Ты знаешь, смотри, поменялся мир, просто перевернулся. Ты можешь предполагать, каким Леша Суханова будет через год? Чем он будет заниматься? У нас такие серьезные разговоры, конечно, с тобой. Мне интересно, знаешь, потому что я, например, всегда структурирую себе, вот расскажи, как тебе, на 5-10 лет вперед. Всегда. То есть я знаю, что буду делать, там, 40-50 лет. А сейчас я не знаю, что я буду делать завтра. Планы-то они, конечно же, есть. Единственное, что хочу я и каким я себя вижу, я себя вижу тем, которым я был, настоящим. И если мне хочется послать в жопу, я должен послать туда. А если я люблю человека, то я его, конечно же, и буду любить так, как это нужно. Не под ситуацию, не под какие-то там конъюнктурные моменты, а любить. Ну, а если мы говорим с точки зрения заработка и бизнеса, например, и сейчас так все быстро меняется, надо, знаешь, обратить внимание на происходящее, ухватиться за это, чтобы это потом сработало. Милый мой, милый мой, я молод, мне 47 лет. Еще немножко поработаю, и я думаю, пойду на пенсию, буду наслаждаться этим миром. Буду смотреть твою программу в YouTube, твой канал. Все-таки, вот, видите, самолет летит, слышите? Все-таки летают. Летают, слава тебе, Господи. Вот, законы физики еще никто не отменял. Вот, я, может быть, все-таки буду летать, но я очень этого хочу. Вы знаете, мысли, они материальные. Мне кажется, что все равно, вне зависимости от того, что бы ни происходило в нашей жизни, всех тех перипетий, я имею в виду, и, я скажу, украинскую нагораздию, мне кажется, всегда нужно быть верным своей мечте и своему пониманию мира. И тогда мысли, действительно, вот они становятся реальностью, потому что они же материальные мысли. Сто процентов. И мечты материальные. Слушай, иногда у тебя уже проскальзывают, да, это украинские слова, ты пользуешься? Ну, что, користуюсь, я же украинскую разговариваю, я працюю украинскую, и для меня взагалі це жодної проблеми, це жодної проблеми у меня не маю. Поэтому я просто обязан сказать, что я просто восхищаюсь. Я просто в шоке. Я думаю, ты это слышал очень часто, потому что ты сделал, ну, просто нереальное. Ну, как это у тебя получилось? Это настолько ты хотел, насколько ты горел выучить язык, переехав в другую страну. Я понимаю, что при этом работа, обстоятельства, все остальное, но сам факт, он очень впечатляет. Не знаю. Вот знаешь, что я тебе могу сказать? Скорее, на первой позиции не работа, а выбор, потому что я действительно считаю, и это искренне абсолютно, что если ты живешь в стране, ты должен знать государственный язык. Вот, ты можешь не использовать его там в жизни, но ты должен его знать. Ты можешь говорить на каком угодно языке, который ты выбираешь, и слава богу, в Украине никто не запрещает этого. Вот, и никто, я думаю, что и не запретит. Но государственный язык – это часть твоего уважения к той стране, в которой ты живешь, в твоей стране. Поэтому я сделал свой выбор. Я действительно хочу жить в Украине. Я хочу жить в европейской, в цивилизованной Украине, в которой очень уважают людей. Разнообразие людей, их мировоззрение, человека как такового. Не под шаблон, а человека как такового. Потому что разнообразие… Мир ведь прекрасен своим разнообразием прежде всего. А все остальное – ерунда и абсолютный… Это же у тебя YouTube, да? Да, да, да. Вот. И абсолютный пиздеж. Ты к тому, что можно говорить все, да? Можно говорить все, что я думаю. Абсолютно. Вот. Ну, я и так все говорю, все, что я думаю. Ну, просто слова разные могут быть. Поэтому тут можно немножко поострее, да. Да, согласен. Кирчинки добавить. Я воспринимал и воспринимаю Украину как страну, в которой я хочу жить. И я хочу здесь прожить свою жизнь, ну, дожить свою жизнь, да? Потому что 47 лет, все-таки уже половинка пятипризина. Ты в Россию вообще не собираешься возвращаться? Все? Для меня это вопрос закрытый. По доброй воле, по доброй воле, по доброй воле я не хочу. Да, я, может быть, покажу сейчас довольно жестоким человеком и неблагодарным. Да, я не хочу возвращаться в Россию. По доброй воле я не хочу. Я, у меня даже нет интереса. Я не скучаю, если честно. Потому что вот той страны, в которой я родился, в которой там детство прошло, молодость моя, в которой дедушка с бабушкой жили, ее все равно уже нет. Ее энергетически, атмосферно нет. Поэтому мне некуда возвращаться туда и незачем, по большому счету. Жизнь в Украине только, знаешь, утвердила меня в этой своей мысли. Я не разделяю и не понимаю, мне чуждо мировоззрение, вот это вот имперское, как это говорится, да? Вот это снобистское и такое ставление зверхню украинечку. Я не люблю, потому что, ну, как можно рассчитывать на уважение и на теплое отношение к тебе, если ты этого не демонстрируешь сам? Если ты не уважаешь вот такую вот маленькую мелочь в жизни другого. Как? Нельзя говорить об уважении к человеку, об уважении к стране, если ты сам этого не демонстрируешь. Вне зависимости от того, там, какой у тебя статус, какой размер, если мы о странах, да? Какая экономическая составляющая, это все ерунда. Потому что уважение – это другая природа. Она не отталкивается от того, насколько сильный или насколько там богатый, влиятельный. Уважение, вне зависимости от того, какую нишу занимает человек, в какой экономической ситуации или политической там пребывает страна. Уважение – это другое, это константа. Это, если хочешь, позиция какая-то. Это то, что на каком-то физиологическом уровне. Это триггер. Это тот хребет, который тебя держит. Потому что без этого ничего не возможно. Это как дом. Без фундамента это же не дом. Так, значит, я хочу поменяться. Давай. Тебе не принципиально? Нет, мне не принципиально, родной. Мне его совершенно комфортнее. Ты нету, как у девочек. У меня левая сторона родилась. Каким он родился, таким же родился. Девмоняем. Давай, значит, первое движение. Мы делаем такую штуку. Так, сейчас, вот сейчас. Серьезно, хорошо. Я обещаю. Работаем. Вот прям, знаешь, работаем. Ось тобі моя рука. Назви мене паскудною, безчестною людиною. Поехали. Делаем такую штуку. Мы делаем. Раз. Супер. Возвращаемся два. И делаем. И ты считай, что вот это серьезно можно сделать. Ну ладно, хорошо. Пять. Сначала шет. Так, мы считаем по восемь в хореографии. Ты же знаешь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. И так до бесконечности. Хорошо. Хорошо. Почти как у французов. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Подожди, ты уже начал? Это я типа затапил. Пять. А мы снимаем это? Конечно. А что же я смеюсь? Мы же договорились, что мы не снимемся. Так, все. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. По-моему, это шикарно. Дальше мы делаем. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ну, это у тебя, я вижу, в крае. Пять. Шесть. Да, и что это такое? Да, 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 да. Так что давай, с первого раза, пожалуйста, повтори это движение. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Совершенно верно. Первая восьмерочка есть. Дальше мы делаем. Раз. Два. Правая и левая нога. Раз. Два. И бедрами то, что мы делали на разогреве, вот так вот. Динь-динь-динь. 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 Да. И потом плечики делают. Пять. Шесть. Хлопок. Семь. И прыгнуть. Раз, два. Так. Шесть. И вернуться с хлопком. Хлопок. И дальше мы делаем спрыжку, разворачиваясь друг к другу хвостиками. Ага. Пум. Ага. Совершенно верно. Итого получается две восьмерки. Две восьмерки. А, нет, вру. Ты ко мне поворачиваешься. Так. А я к тебе поворачиваюсь. И потом у нас идет такая штука. Ну, актерочка. По четыре счета ты идешь на меня. Типа я там отхожу как-то ты в своем характере. Потом я на тебя, например, шесть, семь, восемь. Потом ты снова на меня. Играем. И все. Играемся. И потом финалочка. А, супер. Мы делаем бум. Тык, 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 тык. Дальше мы делаем такую штуку. Хлоп. 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 Ну, немножко вспомню корпоративов, знаешь, давно не было. Я на корпоративах. Это мастер-класс. И все вместе. Раз, два. Эй, Киев, давай, танцуем с нами. Раз, два. Ой, батюш, батюш, танцуй. Батюш. На крышах вам уходи. Привет. Пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре. Ца-ка-ца-ка-ца-ка. Право, лево. Колокольчик, плечики, хлопок. Пошли. Томми-джерри. Хлоп, хлопок, хлопок. Да ты красавчик, вообще, блин, круто. Вы видели это? С первого раза, блин. Класс. Слушай, я просто, знаешь, что, вот эти вот забываю. Ну, ничего. Вот эти? Да. Да, изначально я хотел так сделать. Смотри. Та-та-та-та-та-та-пум. Не, ну, я подумал, что это на координацию сложно. Все-таки возраст. Давай, еще разок. Еще раз под музыку, поехали. Погнали. Пять, шесть, семь. Нет, не бру. Соврал. Пять, шесть, семь. Право, лево. Та-та-та-та-та-та. Тут можно добавить импровизацию немножечко. И потом такая свинговая штука. Это свинговая штука, свинг. Мы делаем бум, еа, бум. Ну, можно еще аж до пола доходить, но не так важно. Ну, друзья, давай. И шаг. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И потом поменяться. Ты по первому плану идешь, я по второму. И что? И все? И можем в паре это доделать, кстати. Давай. Пам? Так, кто девочка? Не знаю. Ну, сейчас я получился. Ну, хорошо, значит, если я... Ну, как я хочешь. Сейчас я пойму. Значит, если я девочка, я делаю шаг этой ногой, а ты в меня, да, бум. Ха? Та же штука, которая была. Да-да-да-да. Давай, и... Бум-ха, 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 бум-ха. Ну, можно это в паре сделать. Давай вот так, чтоб... Можно вот так. Никто, ничего. Бум-ха, 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 бум-ха. Мать чеснай надо добавить. Так, теперь давай на оценку. Давай на оценку, все. Ну что, Дэн, как десы, мне тебе оценку поставлю. Так, ну, достаточно заляковать ты. Что это такое? Что это такое? Я человек творче, могу залякаться, а вообще все забыть. Давай, поехали. Так. Фух. Поехали. Поехали, свинг, с левой ноги. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы танцуете не столь ноги? Давай, стой, стой. Сейчас с левой надо, да? Нет, справа. Нет, не стой. Тихо. Поехали. Поехали с правой. Друзья, не важны танцы, важны ваши эмоции. Друзья, всем классного дня. Всем классного дня. Пока. Не, 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 не пока. Третий этап, блиц и подкачка. Як? Ще? Академия Тэ. Готов? Ну давай. Ну давай. Итак, значит, у нас будут вопросы, но при этом, когда мы отвечаем, когда мы делаем ответ, мы делаем такую штуку. Раз, два, три, четыре. А якщо я не відповідаю, я тебе не роблю. Конечно, делаешь. Можна було б уникнути відповідь. Защо ти не відповідаєш, ти робиш це два раза. О! Цекування в цій програмі. Я усіх попереджую. Так, готов? Ти запомнил вот это вот такое странное движение? Ты занимаешься немножечко физнагрузками? А що, не видно? Спортивна стронка. Спортивна стронка статура. Що ти? Зараз мы подивимось. Готовий? Давай. Итак, друзья, блиц, поехали. Три, два, один. Борщ или капусняк? Борщ. А я не сделал. Подожди, я тоже с тобой пойду. Поехали дальше. Ранний завтрак или поздний ужин? И ты и інше. Что? Поехали дальше. И бажано побольше. Танцы или фитнес? А ну подумай. Танцы. Хорошо. Погнали дальше. Киев или Юрмола? Ой, ну не можна. Не можна. Тежара просто работает. Старше дочка, чем молодше дочка. Приблизно так само. Так, как бы ты перевел слово «зухвалить»? Дерзкий. Блин, красавчик. Хорош. Погнали дальше. Что такое бурульки? Бурульки? Это почки. А что, не так? Сосульки. А, бурульки. Так, так, так. А почки как буду? Почекай. На Березе. Брульки. Брульки. Ось. Брульки. Тому що, ти бачиш? Так. Бурульки – це сусульки. Сухий. Ну, все ж бачиш. Не можна. У мене або фізично, або… Так, а ти мене заговарюєш. Легід. Це моя робота. Легід. Легід. Що? Легід. Що таке легід? А що таке легідний? Лагідний. А легідний? Легідний? Так. О, бляд. Щас я буду отжиматися. А чи взагалі існує таке слово? Ах ти ж, блин! Красавчик. А що таке легід? Що таке? Легкий, приятний вітерок. А, легід. Так, так, так. Так, мюзикл или цирк? Мюзикл. Поехали. Поехали дальше. Поезд или автобус? Автівка. Так, проснутися в объятиях или проснутися обнимаю? Прокинутись в обіймах, обіймаючи. Продюмається. Так, ну, Прибалтівська побережжя или Одесса? Ну, слушай, це провокація. Перше, я думаю, що перше. Тому що, ні, там гуляючи у Юрмалою, я перезавантажуюся, якщо відверто. Якщо я в Одесі йду до моря, я просто дійсно відпочиваю. Але єдине місце на цій нашій земній кулі, на нашому земному шарі, єдинственне місце, де я перезагружаюся. Це тільки Юрмалою, тільки Юрмалою. Тоді тобі три серйозні питання напослідок і закінчуємо. Би біженцем, але вижити чи умерити патріотом? Вторе. Работаємо? О, Господи! Спасти людей від рака, або істребити бідність. Перше, бо якщо вони будуть вилікувані, вони будуть зосереджені на тому, аби перемогти бідність. Дуже розумно. Поддерживаю. Так, ну і заключительна мечта, або віра? Віра, якщо віриш, обов'язково досягнеш своєї мети. Подожди. Чого? Ну, тому що ми халтурили. Ми зараз опускаємося вниз, делаємо три отжимання і закінчуємо. Три, два, один. Нормально? Ану, почекай. Нормальна людина. Хай ти відчуєш весь тягар моєї долі сьогодні на своїй програмі. Давай. Три рази, да. І раз, два, три. Есть! Друзі, Алексей Суханов був сьогодні у нас в Академії Танцеванського. Алеш, спасиба тебе огромное рідеснути. Окуляре поверні. Ось так. Спасибі, велика. Це дійсно неймовірна зустріч. Це неймовірний час. Дуже, очень здорово все було. І я, дійсно, провел це время в наслаждении. С потрясаючим человеком, со своїм другом. Спасибі тебе, що ти делаєш. І той танец, котрому ти мене научив, я все-таки сегодня дома повторюю, для того, щоб когда-нибудь обязательно його використовувати. Спасиба, друзі. Спасиба. Друзі, і в завершенні приз от нашого гостя. Академія Танцеванського. На фоне потрясаючих київських видів, со своїм любимым человеком. Но для этого нужно выполнить одно задання. Во-первых, подписатися на канал. Во-вторых. І посчитати, скільки с Сашей ми сьогодні раз присідали. Кто точно укажет количество раз, ми виберемо в рандомному порядку. Совершенно верно, друзі. Пожалуйста, свидание на фоне Києва, на высоте неба, в потрясаючей романтической обстановці для вас. Ну, треба немножко поработати. Пока, друзі. Спасибо всем огромное.